Выборы в Ярославской области прошли спокойно и демократично, с широкой палитрой политических партий, при этом легитимно, без значительных нарушений. А результаты голосования продемонстрировали убедительную победу партии власти. У ярославских единороссов уже гарантированно получается три места в Федеральной Госдуме. И это своего рода рекорд для нашей области. Нина Свечникова об итогах выборов и о том, кто получит новые мандаты. Ярославское лобби в Федеральной Госдуме увеличивается. По результатам выборов депутатские кресла по спискам займут Валентина Терешкова и Илья Осипов. Еще одним представителем области в Федеральном парламенте будет Александр Грибов, одержавший убедительную победу как одномандатник. Он провел одну из самых активных избирательных кампаний. Тысячи встреч во дворах и нескончаемая активность на посту лидера Общественной палаты. В очередной раз подтвердил свое право на депутатский значок и опытный справедливорос Анатолий Гришневиков. Его большой парламентский стаж поможет региону. На выборах ярославцы предпочли голосовать за местных, кого хорошо знают. Все столичные кандидаты, несмотря на обширную агитацию и колоссальные бюджеты, набрали ничтожное количество голосов. Явка на этих выборах составила чуть меньше 38%, но была выше, чем в соседних областях. В целом выборы прошли спокойно. В день голосования в обл. избирком поступило лишь пять незначительных жалоб. Особенность этой кампании, что «Единая Россия» провела кампанию не агрессивную абсолютно. И в итоге говорят, что высокий уровень поддержки. И избиратели искали своего кандидата в 195-м округе. Если, думаю, был бы представитель «Единой России» в 195-м округе, то и борьба была бы более яркой, и явка была бы, наверное, более высокой. В понедельник в 6 утра обл. избирком подвел результаты голосования по партийным спискам. Почти 38,5% голосов в Ярославской области набрали «Единая Россия», тем самым на 10% улучшив результат прежних выборов. В результате активной избирательной кампании на вторую позицию удалось подняться ЛДПР. У партии Жириновского свыше 17% голосов. Немного отстав третью позицию занимает КПРФ. Там 16%. В Госдуму прошли и справедливоросы. У них чуть больше 10%. В штабе «Единой России» результатами выборов очень довольны. Вместо прежнего одного мандата они получили три. Мы выполнили задачу, которую ставили перед собой на 100%. Для нас важнейшим приоритетом – это интересы именно Ярославской области. Мы заслужили того, чтобы федеральная власть больше уделяла нам внимания. Мы достаточно долго находились в последствиях низкого голосования за партию – 29%. Еще раз повторюсь, в 2011 году нам часто много где об этом напоминали, в том числе и при распределении бюджетных средств. Поэтому сейчас ярославцы, жители Ярославской области, своим трудом и своей поддержкой президента, я уверен, что заслуживают больше. В обузберкоме особо отметили высокий уровень организации выборов и помощь в этом органов местного самоуправления, которые обеспечили избирательные участки всем необходимым, включая видеонаблюдение. Выборы прошли на конкурентной основе. Их итоги признают и оппозиционные партии. Прогнозы были о том, что «Единая Россия» наберет минимальное количество голосов по стране опять в Ярославской области. Вот это проклятие снято, наконец-то. Многолетнее, которое давлело над партией власти в Ярославской области. Я думаю, что это доверие. Доверие к институту власти. И я думаю, что это еще и большой аванс и новым депутатам нашим, и руководству региона, и всей вертикали власти. В Федеральной Думе Ярославские единороссы намерены защищать интересы региона, добиваться финансирования строительства детсадов, школ и нового корпуса онкобольницы. Теперь, когда в парламенте будет больше ярославцев, решать поставленные задачи станет чуточку легче. Нина Свечникова, Игорь Мосин.